А вы знаете, кто это? Так а что у нас тут? А, привет! Обязательно досмотрите ролик до конца, и в конце вам будет обязательно бонус. Ребята, это Запорожье, клуб Адреналин. Почему мы здесь? Клуб Адреналин, поздний чемпион в Запорожской области по бодибилдингам. Как ты из такого дрыща превратился в такую машину, скажи? Ну, я никогда не был дрыщом. Я всегда был полненьким, и при этом всегда хотел быть сильным и выносливым, быстрым. И больше меня приучил к этому отец. Потому что я смотрел, как он утром встает и делает зарядку. Я начал за ним повторять. Это, кстати, очень большое подспорье, личный пример. Какие достижения вообще у тебя есть за это время? Сколько тебе лет сегодня? По середу скажу, мне 19 по самочувствию. И ебаем. Ну, вообще-то 36 по паспорту. Как я прошел в спорт? Какие достижения? Достижения. Конечно, не скромно говорить о своих достижениях, но мастер спорта по бодибилдингам. Двукратный абсолют чемпион Запорожской области в 2010-2012 годах. Два раза в 2-й чемпионате Кубки Украины по бодибилдингу. Один раз лет. То есть ты именно бодибилдингом занимаешься? Ну, где-то с лет 25 я начал плотно заниматься бодибилдингом. До этого я боролся, штангой занимался, футбол играл. И весьма неплохо получилось. Всегда был целеустремленный. Нет, давайте цель. А первый твой спорт какой был? С чего ты начал? Первый мой спорт был футбол. Больше футбола. А потом уже начал ходить качать железы. Это в каком возрасте было? Где-то лет 14-15. Когда он начал взрослеть, начали меняться приоритеты. Хотелось быть сильным, выносливым. И поэтому начал заниматься бодибилдингом. Всегда модно быть красивым и здоровым. Про отца ты говоришь, что он дал пример. И ты следовал его примеру. В каком возрасте ты начал подражать отцу и делать зарядку? Ты уже занимался какими-то упражнениями? У нас завтрак готовил отец. И я утром просыпался и видел, как он просыпается, процедуру делает. И потом начинал делать зарядку. Отжимался, проседал. И мне тоже было интересно, как я смогу так или нет, как батя. Мне отец для меня всегда был примером для подражания. Всегда хотел, хочу и, наверное, буду хотеть похожим на своего отца. Классное вообще стремление. Классно, когда есть такой пример. Нет, классно, когда есть такой отец, как у меня. Я надеюсь, у нас у всех такие родители. Как интересуют многих людей, как не бояться выхода на публику. Как вот перебороть этот страх? Потому что я знаю, что у многих... А что ты сразу начинаешь на соревновательный уровень? Выходи. Нет, ну без разницы. Хорошо, вот все равно там бодибилдинг выходит на помост. Я имею в виду, вот просто перед даже небольшой аудиторией, там 10, 20, 30 человек. Просто есть же какие-то волнения? Вот как перебороть это из твоей практики? Смотри, в бодибилдинг ты хочешь улучшиться. Сделать свою же версию улучшенной. И ты, когда начинаешь улучшаться, ты поймешь от того, как будет окружающие у тебя рейдеры. Друзья, когда я начинал заниматься, я начал меняться. Я стал больше как... В размерах? Не только в размерах. Ну, дает скорость, силовое, все. И начали друзья говорить обо мне. Я начал слышать, начал много внимания на себя занимать. И я к этому вниманию начал потихонечку привыкать. Хорошее будет говорить обо мне. Хорошо, плохое, плохое. Естественно, как всегда эти стереотипы, что вот он там протеина нажрался, его раздуло или еще что-нибудь. Ну, это далеко не так. Это целая философия в бодибилдинге. Это не только то, что мы видим. Ну и плюс, внутренний мир, ты тоже улучшаешься. Не только внешний. И ты заставляешь себя правильно питаться, ходить на тренировки. Оказалось, ты мог лечь, смотреть телевизор и жрать. Ну, все, больше, чем делать. Нет, мне, мои, мое убеждение, я начинаю правильно питаться. Я начинаю выстраивать какой-то ритм жизни, подпишая к этому, приоритет всегда выставляя на бодибилдинге. Вот есть определенный тип людей, которые боятся даже прийти в зал тренажерный, потому что они думают, вот я сильно толстый, мне вообще там будет стыдно появляться. Там все такие худенькие, стройненькие. Я приду, тут все будут надо мной смеяться, стебаться. Ну, то есть есть такой вот порог у людей, которые они не могут перебороть. И вот что ты посоветуешь? Как им зайти все-таки, заставить себя зайти в зал? Ну, во-первых, если сидя дома, то вы точно не улучшитесь. Вам надо собраться мыслями, прийти первый раз. Вы возьмете с собой, как говорится, не научишься плавать, да, не нырнуть в бассейн. Да, 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 конечно, конечно. Для этого есть тренеры, которые вам подскажут. Вам всегда будет легче, потому что вы когда придете, и окажется, что на самом деле вы не один такой, а тут хватает таких. Стелок стал хватать. Вам станет намного легче и проще. А когда, а если вы попадете в клуб Атринамин, где есть, как многие говорят, какая-то у вас атмосфера, как в домашне, ну, хорошая атмосфера. Да, действительно, мы по тренаминам не славятся тем, что у нас очень хорошая атмосфера. У нас нормальные тренера, у нас нормальный функционер. Они вас не оставят, они вам подскажут, что, как делать. И вы просто будете, у вас со временем жизнь разделится. До зала и после. Ваши все эти проблемы, все подноводные, будут оставаться за дверями зала. Но когда будете заходить в другой миров, вы будете погружаться в атмосферу тренировки и общения со спортсменами. Кстати, это очень интересно. И можно даже просто сразу будете стесняться, конечно. Будете подсматривать, подглядывать, брать эти упражнения какие-то необычные себе на вооружение. И вы начнете, а когда вы уже начнете меняться, вы начнете от этого получать кайф. Вы будете смотреть на свое зеркало, вы будете себя чувствовать намного лучше, увереннее. При этом вас начнут, вы будете менять внешне, у вас рабочие веса начнут увеличиваться. Вы начнете получать от этого кайфа. И тогда уже вас точно не выгонишь, из какого зала будете обезги, тренироваться. То есть человек потом просто привыкнет, так проводит время, и будет просто в кайф ему прийти сюда позаниматься. Да, конечно. Чем сидеть дома, там, изъявляя, смотреть телевизор. Он просто станет улучшенным весом себя, он поймет, насколько это круто, как это приятно вообще быть спортсменом. Будем разделять, есть, конечно, по дебилам соревновательный и любительский. Ну, и цели, конечно, разные. Соревновательный – это тяжелый труд. А лепитерский – это и кайф, и, к меру, и кляж. Не лежите на диване, а приходите в спортзал. Как ты посоветуешь встать рано утром человеку, который хочет спать, к примеру, до 7, который лег там в 11-12 ночи, но ему нужно проснуться и заставить себя сделать какую-то зарядку? Как вот, как себя вот поднять утром? Я 105-30. Как? Сам просто вот развенел будильник или с петухами? А я не утром с петухами. И поэтому я встаю с женой. Опять здесь у меня подъем. Ну, будильник. Да, будильник. А ложишься во сколько? Где-то в 11-15. Ну, поздно довольно. Да, да. Ну, в выпуске уже такой график. Я отец двоих детей. А сам, сам знаешь, что дети – это лучший мотиватор. А что при детях можно не спать. Да, пока весь тот миров. До детей, когда уже есть дети. Потому что, когда ты уже привык, что они встают. Хорошо, до детей ты вставал во сколько? Тяжеловато было вставать. Но я вставал. Во сколько? Мне была мотивация. Я всегда был замотивированный. Я хотел поменять свое образ жизни. Я хотел поменять себя вообще полностью. И это была цель. А когда есть цель, то ты встанешь во сколько нахер. Правильные цели и все. То есть, главное – правильно себя замотивировать. И понимать, для чего ты встаешь в 5 утра. Кому-то надо кого-то подгонять. А кто-то говорит, «Да что я хуже, чем какой-то там…» Я не буду говорить о Басе или Пете или Толе. То же самое. Я могу так же сам. Он что-нибудь и я. Господь Бог нам все дал. Руки, ноги. Слава Богу. Так что… Плюс-минус. Да, да. Так что мы выродим так. Свою образ жизни выбираем. Исходя из наших целей. Кто там просто лежит, ждет, когда ему падет что-то с неба. А кто-то берет, встает и идет сам вверх. Кого-то надо с утра будить. Вставай, ну давай уже. Кто судьбов? Когда мы маленький, родители работали, а бабушка-дедушка, я больше у них находился. И я пришел к Китаю и говорю, Ба, как бы я там не сопротивлялся, обязательно меня буди в 6 утра. Мне надо пробежку, или нет, пробежка. И бывало так, что она говорила, Толя, ты сам же спросил, я же утром психуешь, мне хочется вставать. Ну, не то, что психуешь, а не хочется. Отстань, дай поспать. А потом она говорит, Толя, ты же сам же говорил, чтобы тебя разбудить. И ты же спросил, я застал для того, чтобы тебя разбудить. И я понимаю, что надо вставать, начать делать. А потом, когда начинаешь меняться, начинаешь дополучать удовольствие, то уже у вас не выгнешься. Сто процентов будете меняться, и будете при этом сами уже все... мотивировать, заставлять. Бывают ли моменты, когда ты уже перегорел, то есть, когда тебе надоело заниматься, идти к этой цели, когда ты уже всего достиг, к примеру, как вот ты себя заставляешь идти дальше? На моем опыте, я тебе могу даже рассказать свой соревновательный случай, я готовился к соревнованиям. И один из этапов подготовки моей было промежуточное выступление в Днепропетровске. Я думал, что я в хорошей форме, все, я выступил нормально, все. Когда начали уже объявлять результаты, то я стал третьим, ну, когда уже начали, и я думаю, блин, а я же подумал, что я намного круче. Ну, я... начал, достал еду, а для персональной деятельности, чужой, так не могу сказать. Ну, короче, я должен был еще оставаться на сушке, но я думаю, ладно, что-то надо пропустить это такое выступление. Достал еду, начал потихонечку кушать, а по мне начали поприть люди, вообще я их не знал, они не знакомы, и они говорят, что-то с судьями не то, потому что ты был намного круче. Когда один подошел, второй, третий, пятый, десятый, начали брать у меня автографы, и я понял, что это было что-то с судьями, ну, по-моему, это судьи, что-то неправильно посмотрели. Ну, я так понял, что я все правильно вижусь. И я потом этих ребят выиграл уже на Украине, так что, моих соперников. Так что, все правильно, и... Ну, короче, никогда не оставаться больше. И падать духом, не сдаваться. Ну, то есть, у тебя не было таких моментов, когда прям, вот, ничего не хочется, и тебя прям нужно из-под палки гнать, твои цели, то есть, ты всегда сам замоклируешься. Нет, смотри, когда, было, что-то, апатия, как-то тренировка, ну, да, апатия. Я же понимаю, что-то тренировка, как-то, как-то не так, потому что апатия один из признаков того, что вы делаете что-то не так. Надо поменять тренировки, сам тренировочный процесс, надо что-то постоянно корректировать. Когда вы в одну колью вошли, если вы не будете совершенствоваться, у вас должна программа, нет какой-то универсальной программы, которую сделали, и она вам вот, два, три, дает это, нет. Кто тренируется, не то, что много, а кто тренируется, понимает, что сразу есть программа для наличков, потом для стрелять в уровне, но потом ты же начинаешь сам комбинировать упражнения, поставить подсекану. Ведь мы, в общем, как бы похожи все, но у нас каждое из свои индивидуальных особенностей. У кого-то там в индийске ноги сильно, он нифига не делает, у него огромные ноги, а у кого-то руки, он там два раза поднял, у него петухи, кто-то плечи, ну, исходя из этого, каждый свою тренирунку делает, подстраивает под свою любимую группу мышц. А кто уже знает, это уже больше профессионалы, они наоборот делают упражнения, которые менее им в кайф, но они дают больше отдачу именно для них, потому что это не их любимая группа мышц, не их любимые упражнения, но ты от этого становишься сильнее, когда ты выполняешь. Если ты будешь постоянно в зоне комфорта, ты дойдешь до проверенного уровня, и все, и дальше ты будешь прогрессировать, развиваться, улучшаться. Так что, это мой, такой один из маленьких секретиков, я даже своим, когда подопечным тренирует, я вижу, когда мы будем грудь делать, руки большие, когда мы будем, и так вижу, что у него хватает и грудь, и бицепс, все хорошее, я делаю то, что он больше акцент делал на то, что он не любит, и он, естественно, становится больше, здоровее, на нормальной, нормальной, как быстро накачаться? самые популярные вопросы среди молодежи, наверное. Знаешь, наверное, как быстро это сделать? Главное уже прийти в спортзал, в тренажерный зал, а там ты уже поймешь, что это не так-то и быстро, но для тебя это будет показаться очень быстро. Я тебе скажу, я зал такой, что у меня уже профессиональный прошел, где-то лет 21, ну сейчас мне 36, для меня это мгновение пройти вот так, по-моему, это очень быстро, так что, сказать так, главное, в общем, пойти и начать делать что-то, да? Да, вначале это уже пол-дела, как вот, с начала это уже пол-дела, и тогда ты начнешь и дойдешь в определенный уровень, то, пойду, уже поймешь, а-а-а, и спешить-то некуда. Ты где-то марин-май-ай, знаешь? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ты потом будешь, у тебя будет жизнь до и поздно. ты поймешь, он намного круче будет, он получше на свои весы. Какие мышцы растут быстрее? Какие мышцы? Это тоже такой вопрос. Потому что, как говорится, генетически у нас есть какие-то предрасположенности, то руки больше, то ноги больше. Ну, для общего, как бы сказать, есть базовые упражнения, которые ты становишься... Новичкам, в первую очередь, я, как тренер, даю базовые упражнения. Это становая тяга, пресет, режим, штанги, дырки. От которых задействованы самые большие группы мышц, от которых ты быстрее меняешься, потому что они большие. То есть быстрее растут мышцы, которые больше. Правильно, можно как сказать? Да, которые... Упражнения, делаешь упражнения, как-то большое количество мышц задействовано. Ну, то есть это грудные мышцы, это... Да, грудные мышцы, там присед. Да. Это не только ноги. Это еще мышцы пресса, мышцы спины, сами ноги, а ноги, вот, наскок тела. Просто сколько мышц вовлечены в работу, просто приседания, казалось бы. Просто приседания. Ну, и там становая тяга. Там тоже нагружается и низ, и ноги, и пресс, и спина, даже и руки. Вот почему в базовых упражнениях ты быстрее растешь. Ты становишь сильнее, крепче. Вот быстрее. А потом уже, когда ты станешь уже более объемным, более сильным, тогда уже начинает тренер или сам, начинаешь уже делать упражнения более изолирующие, которые уже как бы подчеркивают твои группы мышц, там тоже грудь, там, разорка, течение лежа, это очень хорошее упражнение для формирования. На подъемной бицепсе, на лавочке спорта, блюд. Целый ряд упражнений, которые, потом уже тебя, ты уже прорабатываешь мышцы. Есть базы, от которых ты становишься больше сильнее, и низ, изолирующие, которые уже именно прорабатывают ту группу мышц, на которых ты хочешь делать больше цен. Пока мы снимаем с Анатолием интервью, здесь вот как раз ребята за спиной играют в теннис, немножко нам дают такой вот фон определенный. Спортивный. Такой тык-тык-тык-тык-тык. Кстати, смотрите, вот ринг есть. Здесь уже ребята набили друг другу мордой и разошлись. Вот с такой рабочей обстановки мы снимаем клубы адреналин. Правильный рацион питания спортсмена, продвинутого и новичка. Есть ли отличия в рационе питания? Потому что какие цели ставит человек? И с этого же будем формировать этот рацион питания. Смотри, потому что кто-то приходит похудеет, то ему, конечно, надо убирать углеводы, лишние сахара, углеводы, быстрые углеводы. А кто-то, наоборот, приходит, наоборот, набрать. Наоборот, добавить этих углеводов и количество приемов пищи. Исходя уже из цели, уже ты формируешь под себя рацион питания. Вот это у вас постоянно формируется рацион питания. То есть тут зависимость... Если он худой, то ему надо набрать. Физиология человека, правильно, рацион питания? Конечно. То есть не зависит от того, профессионал он или новичок? Да, да. Именно от человека зависит рацион питания? Да, конечно. Уже под него он должен или сам подстраиваться под свою цель, или тренер ему должен подсказать, что, как делать. Смотря на с этих целей, ты уже формируешь свой рацион питания, продукты, ну, все, 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 начинаешь пересматривать. Ведь я тебе скажу, для того, чтобы поправиться, надо кушать больше. Я хочу, чтобы похудеть, надо кушать чаще и больше, чтобы зажимать гетаболизм. Поэтому ты... Чем ты будешь питаться, как ты будешь питаться, это уже, конечно, и будет как бы... из цели твоей, ты будешь корректировать под свое питание. Как часто нужно тренироваться, чтобы набрать массу? Если новичок, как бы, то для него это будет... одно, ну, начинать потихонечку надо, потому что с дуру можно и там поломать. Надо начинать сразу две тренировки в неделю и переходить на три тренировки в неделю. Более продвинутые уже, они тренируются, они разделяют на тренировки по группам мышц. И они могут, они тренируются, в частности, там, по четыре, по пять тренировок в неделю. И по времени, если новичок ему хватает 45 минут в час, то уже более продвинутому полтора-два часа. Я по себе скажу, мне надо часа-два хорошо потренироваться. А как часто ты занимаешься? Потому что я опять, ну, я не считаю, там, зарядки, все это, это, как бы, дополнение. А ты именно тренируешь лезвом в пять раз в неделю. В пять раз в неделю? Да, да. И у меня разбито на группы мышц. Ты сейчас участвуешь где-то в соревнованиях? Только в... То есть можно сказать, что это для себя, да? Да, это да. В пять раз в неделю. Да, ну, я, как бы, такой есть один из... Он еще, как бы, не сильно раскрученный этот вид спорта, или как раз, он, звать, или состязание. Русский жим. Это стокилармовый штан в одно количество раз. А я видел даже это дело. Вот здесь в Запорожье раз в пять я выиграл. Но я не раз проиграл. Летом был не в форме. Ну, так, когда проиграл? Это ж я был. Ну, я проиграл. Это, это, ну, человеку не всегда проиграть, конечно. Когда лучше заниматься, утром или вечером? Сколько отдыхать между подходами? Накачаться без железа, вот, с собственным весом. Если устал, но по графику должна быть тренировка, что делать? Что для тебя важнее, результат или сам путь достижения этого результата? Итак, бонусом является... Субтитры сделал DimaTorzok